— Луиза. Я не ожидала, что он такой. Впрочем, когда вообще никого не ожидаешь, любой покажется приятным сюрпризом. А это был не просто приятный, а очень приятный сюрприз. — Он приехал забрать Марианну и ее чемодан. Он увозит ее на Скай. Высокий, очень, больше шести футов. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в лицо. Но это всегда хорошо, когда рядом такой рослый мужчина. Явно моложе Марианны. — Мне почему-то казалось, что он старше, хотя как такое могло казаться, если я считала, что его не существует? — Наверное, я думала, что Марианна нафантазирует кого-нибудь непременно постарше ее самой. У него смуглая кожа, темные волосы с рыжим отливом, каштановые и такие же блестящие, как каштан. — Стрижка очень короткая. Это придает ему несколько монашеский вид, но глаза живые, смеющиеся. С лучиками морщин. А так морщин почти нет. Года сорок два, а не больше. Но что-то в этих глазах не так. И взгляд особенный, цепкий, все подмечающий. На лбу яркий, свежий шов, перехваченный нитками, поэтому Кир немного похож на Франкенштейна. Но он, разумеется, не чудовище, а вполне привлекательный мужчина. У него хорошие формы нос, чувственные губы, уголки рта чуть приподнятые, словно он слегка улыбается. Впрочем, он действительно любит иронизировать. Широкие плечи и высоченный. Ах да, это я уже отметила. Так вот, невероятно мужественный экземпляр. Особенно это бросалось в глаза в нашей гостиной, полной хрупких безделушек. Он казался здесь лишним, в этих своих походных ботинках и грубой ворсистой куртке. Лесоруб, забредший на чаепитие в дом викария, честное слово. Мистер Харви абсолютно реальный и предельно материальный стоял на нашем коврике. Моя сестричка молочина, что и говорить. Меня вдруг резануло подозрение. А вдруг он голубой? Мариана любит с ними водиться. Ей нравится их желчное остроумие и то, что не возникает никакого дежурного флирта. Она всегда говорила, что геи более преданные и великодушные друзья, чем женщины. Ну, это как кому? Нет, на гея он похож не был. Я знаю, точно сказать тут сложно, но он так смотрел на Мариану, так жадно ловил каждое ее слово, так бережно помогал надеть пальто, что вряд ли. Я даже поймала себя на мысли, не дай бог заморочит девочке голову, а потом она будет страдать. Но тут вдруг произошло нечто примечательное, эпизод, который вызвал у меня иные опасения. Мариана болтала со мной, уже застегивая пальто, повернувшись спиной кейру. Поверх ее плеча я увидела, как он обеими руками благоговейно, будто хрупкую драгоценность, высвободил ее волосы из-под воротника, как он, подержав их в пригоршне, отпустил, с улыбкой глядя, как густой каскад рассыпается по плечам Марианы. Улыбался не мне и не Марианне, просто с улыбкой любовался. Вот тогда я и засомневалась в верности своих предчувствий. Ведь Мариана даже не обернулась, лишь нетерпеливо мотнула головой. Я посмотрела на них обоих и вот что подумала. Боже, как бы она не заморочила этому парню голову, как бы ему не пришлось страдать. Я поцеловала ее на прощание, потом расплакалась сама и не знаю почему, ведь Мариана уезжала всего на неделю. Кейр протянул мне небольшой пакет и, усмехнувшись, сказал, что это от него подарок. Заглянув внутрь, я увидела две красиво обернутые коробочки. Наверное, шоколад решила я, а он успокаивающе, сжав мою руку, пообещал, что будет очень хорошо заботиться о Мариане. Я в этом не сомневалась ни минуты. Когда они ушли, я почувствовала себя совершенно подавленной и вымотанной, никак не могла сосредоточиться на работе. Я попыталась заклушить тоску мыслями о Мариане, о том, что ей, бедной, придется терпеть холод и промозглую сырость, и даже приспосабливаться, как это не унизительно, к биотуалету. Ее надо жалеть, а не себя. Зато, может быть, ночи покажутся ей не такими уж холодными и промозглыми. Нет, совсем не тревога мучила меня при мысли об авантюрной поездке сестры и ее еще более авантюрном попутчике. Меня мучила зависть. Сделав это открытие, я раскисла еще больше. Поэтому, прервавшись на ланч, я выключила компьютер, налила себе целый стакан джина с тоником и уселась перед телевизором. По всем программам шли целомудренные фильмы. Время-то было дневное, и не было рядом Марианы, которая вечно пилила меня за то, что я все время скачу по разным каналам. Я уже готова была воткнуться в очередную серию телефильма «Баффи. Победительница вампиров». Но вдруг вспомнила про подарок Кейра. Я же могла полакомиться хорошим шоколадом. Я угадала. В одной коробочке лежали бельгийские шоколадки, а в другой — диск. Думаю, вам понятно, что это был за диск. Фильм «Харви». Хм. Восхитительный фильм. Не хуже шоколадок. Глава пятая. Марианна. О физической близости я почти не тосковала. Очень редко. А о мужчинах — да. Я имею в виду, когда они стали Харви. О нем я старалась не думать, очень старалась. Сама его жизнь была такова, что смерть постоянно витала рядом, то есть трагический исход не был совершенной неожиданностью. Да, я думала о других мужчинах. Случалось. О мужчинах, об их силе и мужественности. Наверное, мне не хватало того иного, что есть в мужской природе. Я весьма смутно помнила ощущения, испытываемые в момент близости. Мечтать о том, чего не помнишь, сложно. Девственницам мечтать о любовных отношениях проще. Они пытаются представить, как это могло бы быть, и действительно, почему бы и не так. Но когда ты забыла, какие реальные ощущения бывают в минуту интимной близости, то все равно понимаешь, что воспоминания очень приблизительны. Наверняка это было гораздо ярче и полнее. Ты понимаешь, что память о самом сокровенном ушла, и что вспомнить, как это было, можно только в объятиях другого мужчины, живого, из плоти и крови, но это было невозможно. Я это хорошо осознавала. Очень хорошо. Ведь не могла же я категорически попросить Луизу купить презервативы, или стою у аптечной витрины беседовать с бестолковой продавщицей, которая смутит меня окончательно, уточняя, какие мне рельефные или ароматизированные. Обидно ли мне было, что ничего совсем серьезного не случится? Об этом я как-то не задумывалась, однако прикидывала, как бы раздобыть презервативы. Если честно, я втайне надеялась совсем чуть-чуть на романтическую историю в духе самых роковых шедевров Луизы. А что вы хотите? Едва знакомый мужчина увозит меня на далекий северный остров. И мужчина этот весьма недурен собой, по свидетельству Луизы. Очень хотелось ей верить. Кейр был выше меня ростом, моложе, добрее. Луиза бы наверняка сказала, что мне сказочно повезло, учитывая, что я далеко не молода и одинока. Еще бы не повезло, учитывая, что я не молода, не замужем и не зрячая. Тем не менее, на интимные отношения рассчитывать не приходилось, разве что Кейр, как истинный бой-скаут, подготовился и к такому развитию сюжета. Меня он покорил как раз потому, что он из той породы мужчин, которые всегда готовы ко всему. Кейр помог Мариане усесться в такси, погрузил вещи и сказал шоферу «О, Эверли». Пока он втискивался между Марианой и вещами, она спросила «Мы поедем на поезде?» «Ага, но это же очень долго». «Вот и хорошо. В любом случае, мой ленд-ровер стоит на парковке в Инвернессе». «А ты не любишь поезда?» «По-моему, я ни разу не ездила. Это испытание не для слепых. Одна я бы просто не смогла доехать. В общем, путешествие на поезде мне в новинку». «Я так и подумал. Наверное, ты в основном ездила на машинах много-много длинных, нудных переездов. Представляю, какая скука». «Все зависит от того, кто за рулем и, соответственно, какие диски ставит в магнитолу. Луиза, например, изводит меня всякими безголосыми певцами». «Полагаю, они красавчики, иначе непонятно, почему их терпят». «А пересадку нам нужно делать?» «Нет, едем прямо в Инвернесс. Там поедим, потом садимся в машину и на запад, в сторону Кайла. Потом по мосту на Скай. «Знаешь, соединять маленький остров с основным — это какое-то насилие над природой. Не уверена, что это правильно. Жила бы ты здесь, думала бы иначе. Изоляция — то еще удовольствие. И мосты — штука очень полезная. Чем, например? У нас появились куницы». «Куницы? Это какие-то зверьки?» «Да, млекопитающие, размером с кошку». «Пришли прямо по мосту?» «Ну да. Чемоданчик в лапу и вперед!» Расплатившись таксистом, Кейр нацепил свой рюкзак и вытащил чемодан Марианы. Потом, взяв ее под локоть, повел по переходам к платформе. «А ты запросто ходишь без трости. Я и падаю запросто. Трость я захватила, но стараюсь обходиться без нее. Правда, я редко отваживаюсь ходить по незнакомой территории». «Это что же, я вывел тебя в опасную зону?» «О да, столько опасностей сразу!» «Смеешься надо мной?» «И не думаю». «Ложь! Ты только что усмехнулся!» «Каюсь». «Но как ты узнала?» «Профессиональное чутье». «И каковы же улики?» «Резко замолчал. Еще рука у тебя дрогнула». «Я чувствую себя доктором Ватсоном, присоединившимся к Шерлоку Холмсу. Похоже, я еще пожалею, что с тобой связался». «Это я, ой, как пожалею, что с тобой связалась!» «А не мог бы ты идти помедленнее?» «Не у всех же такие длиннющие ноги!» «Прости». «Вот и поезд. Стой тут, я пойду отыщу наши места и уложу вещи, потом заберу тебя». «Хочешь сесть у окошка?» «Чтобы любоваться видами?» «Нет, чтобы тебя не задевали сумками». «Ой, извини, что вредничаю. Мне как-то не по себе, все такое незнакомое». «Не волнуйся. Пальто снимешь?» «Я положу его в сетку. Она над головой». «Спасибо». Мариана вручила ему пальто и уселась. «Места напротив свободны, можно вытянуть ноги». «Я уже вытянула». «Прости, я забыл, что другим для ног требуется меньше пространства. Я еще и поэтому предпочитаю сидеть у прохода». Он устраивается рядом, и Мариану врасплох застает прикосновение его тела. Сиденья узкие, отодвинуться невозможно. «Когда мы будем в Инвернессе?» «Примерно к середине дня. Поедим и сразу на Скай. Тебе не терпится показать мне твой остров?» «Это настолько очевидно?» «Да, даже мне». «Какой же он мой? Я всего лишь страж, так сказать, опекун». «Ты же там почти не бываешь». «Да, грешен. Но когда бываю, стараюсь заботиться». «О ком?» «О тварях малых и больших». «Не то чтобы забочусь. Они сами о себе неплохо заботятся. Я слежу, чтобы все было, как было, чтобы не нарушили ничего». «Не опекуна, скорее смотритель». «По совместительству», — добавил он. «И что же ты делаешь?» Кейр задумался. «Стараюсь не впускать двадцать первый век». «Хм...» «По совместительству, говоришь?» «Тогда ты с ним точно не справишься». Поезд замедлил ход, и Марианна обернулась к Кейру. «Подъезжаем к станции?» «Да, к Перту». «Ворота, ведущие к Высокогорью», — она улыбнулась. «Не нравится, как его произносят шотландцы. «Пэарт». «Гораздо мелодичнее звучит, чем, например, парт». «Похоже на отрыжку». «О, кажется, гремит тележка с чаем и кофе. Мне, если можно, кофе, а ты что будешь?» «Она еще далеко. Когда подъедет, возьму два кофе. Ждешь звонка?» «Откуда ты знаешь?» «Все время хватаешь телефон. Слышала, как ты его взял и как снова положил на столик». «Жду звонка?» «Вообще-то еще надеюсь, что его не будет». Марианна подождала объяснений, но он молчал. Тогда она спросила. «У вас-то много бывает гостей на Скае?» «У меня лично?» «Или ты имеешь в виду туристов?» «У тебя лично?» «Не сказал бы, что много ты первая». «Правда?» «А ты давно там не живешь?» «Несколько лет бываю там только наездами. Тем более, кого-нибудь бы позвал». «Предпочитаю одиночество», — в принципе, добавил он. «А я-то размечталась, что еду в отпуск, отдохну. А тут такая ответственность. Потому что ты первая гостья. Вот именно, как подопытный кролик. Скорее, как первооткрыватель. Ты прихватил меня, потому что я слепая, захотела сделать что-то доброе. По-моему, у тебя нежитый комплекс бойскаутского детства. Прихватил я тебя, потому что ты первая из моих знакомых, кто способен, по-моему, воспринимать мир так же, как я. Чем мне его воспринимать-то? Человек воспринимает мир не только глазами, но и всем телом и разумом». Она нахмурилась. «Что-то я не очень поняла». Повернув голову, Кир вгляделся в ее неподвижный, на фоне мелькающих пейзажей, профиль. По этой затаенной напряженности он понял, как Мариана взволнована, как внимательно его слушает, и в который раз Кир почувствовал растерянность, не зная, каким образом выразить то, что говорят глазами. Он перевел взгляд на маленькое ухо, с которого она убрала пепельно-белокурую прядь. Но один тонкий завиток все же выбился из-за изящной розовой раковины и лег на щеку, он мерно покачивался в такт покачиванию вагона. Кир наклонился и почти шепотом стал говорить ей прямо в ухо. «Звук проникает внутрь, и запах тоже. Ты услышала погромыхивание тележки, и твое тело отреагировало на него. Ты уловила аромат кофе, и тебе захотелось его выпить, и на прикосновение твое тело тоже отзывается. Для Верзилы вроде меня эти сидения слишком узкие, и ты чувствуешь, как мое плечо прижимается к твоему верно?» «Да, чувствую. Если бы мы не были знакомы, ты восприняла бы это как насильственное вторжение в твое пространство. Впрочем, возможно, ты и так это и воспринимаешь. Ничего подобного. Мне тогда же спокойнее. Я знаю, что ты здесь. А когда смотришь, тело не задействовано. У глаз нет физического контакта с увиденным, никакого проникновения в организм». Мариана чуть сморщила губы. «А воздействие световых лучей на сетчатку?» «Согласен. Но ведь сам этого не ощущаешь. Когда что-то видишь, я говорю сейчас о зрячих. Этот процесс совершается вне твоего организма. Механизм зрения совсем другой. Звук проникает в ухо, запах — в нос, а увиденное никоим образом к тебе не прикасается». «Потрясающе! Что ж, придется поверить тебе на слово». Кей развернулся и стал разглядывать пассажиров. Кто-то читал, кто-то дремал, кто-то настукивал СМСки, а между тем поезд, миновав Перц, снова вырвался на сельские просторы. «Это не у тебя ограниченное восприятие, Марианна. Это те, кто видят, частенько не умеют видеть». Она улыбнулась. «Ясно. Ты прихватил меня именно потому, что я слепа». Он наклонился к ней, и его плечо сильнее прижалось к ее плечу. Марианна невольно отпрянула, отодвинулась к окну. Кейр тоже отодвинулся, и это на миг ее раздосадовало. «Если бы ты могла увидеть деревья, ты продолжала бы их трогать?» «Не знаю. Хочется думать, что да». «Вот нормальная человеческая реакция. Недаром все мы в детстве так любили лазать по скалам и деревьям». «Я не лазала». «Но тебе хотелось?» «Очень». «Всем хотелось. У человека есть потребность быть в телесном контакте с землей, с другими живыми существами и стихиями, со всякими зверятами, с деревьями, с морем. Такими мы бываем в детстве, а потом все забываем. Мы... В общем, связь разрывается». Он снова сел прямо и откинулся на спинку. Тогда и начинаются всякие неприятности. «Неприятности?» «Некоторые искренне считают, что спасать надо животных, особенно симпатичных. Этим чудакам и в голову не приходит, что, спасая зверье, люди прежде всего спасают себя. Ведь человечество занимается самоистреблением». Помолчав, он с легким нажимом добавил. «Мы звенья одной цепи, и она прочна, только если все звенья целы. Люди и животные, ты хочешь сказать? Все вокруг». Прибыла ритмично позвякивавшая, как барабанные тарелки, тележка. Мариана под аккомпанемент чашек и ложечек произнесла. «Знаешь, у меня такое чувство, будто я еду учиться». «Марианна». Теперь голос Кейра стал совсем его. Я уже успела хорошо изучить особые приметы. Глуховатый, как у всех горцев, и одновременно, тоже, как у всех горцев, очень энергичный. Это дает любопытный эффект. Иногда кажется, что Кейр еле сдерживает смех или ярость. И вообще, за его четкой и точной речью таится безудержная неукротимость. Да, акцент и тембр, как у Харви, очень похожи, но сама манера говорить, слова и паузы совсем другие. Теперь я воспринимала Кейра как его самого, не смешивая с другим образом. Мне нравилось быть с ним рядом, разговаривать, чувствовать его внимание. Даже то, что его плечо было тесно прижато к моему, рождало удовольствие. Но память упорно подсовывала мне воспоминания, которые и так не хотелось ворошить. Чудесные разнообразные радости, подаренные общением с Кейром, омрачались не менее разнообразными страхами. И самым явным, самым настойчивым был страх потерять. Но как можно было потерять то, что мне не принадлежало? Возможно, сработала привычка. Трудно описать, как страдают от одиночества жены нефтяников. Для них не существует обычной спокойной жизни, есть только две крайности. Либо безмерная печаль, либо безмерная радость. Когда муж в море, ты готова жизнь отдать, чтобы он поскорее вернулся. Это еще что? Бывают дни, когда просто не находишь себе места от тревоги. Мучит предчувствие, что что-то случится, что он покалечится или вообще погибнет. Накануне взрыва на Пайпер Альфа я ничего такого не испытывала, но некоторые словно бы заранее знали. Но вообще-то, страх становится настолько привычным, что за ним трудно распознать предчувствие чего-то непоправимого. «Когда твой муж из-за шторма не может покинуть проклятую платформу, остается только смириться с тем, что его жизнь целиком и полностью зависит от сооружения, построенного будто бы из чудовищно увеличенных деталей детского конструктора, от этой дьявольской конструкции, прицепленной ко дну моря. Ты веришь, что все там у них надежно, он верит, что все надежно, все верят, приходится, иначе как жить?» «Когда муж возвращается в доме, каждый раз словно бы празднуется Рождество. Неважно, лето на дворе или зима, самая вкусная еда, лучшее вино, долгожданная неистовая близость, столько новостей, что невозможно наговориться, походы в магазин за обновками, снова близость. Такая вот сексуальная активность гораздо интенсивнее, чем у людей, не связанных с нефтяным промыслом. Интересно, это из-за вынужденного воздержания? Или жены подсознательно соревнуются с порнофильмами, которые наверняка смотрят без них мужья, хотя и уверяют, что ни-ни-никогда? Из-за слепоты мне разлуки давались еще труднее, чем другим женам. Я не могла утешиться рассматриванием фотографий, я не могла наслаждаться длинными любовными письмами, когда муж уезжал за границу, читать и перечитывать их, спрятавшись в спальне или забравшись в ванну. Приходилось довольствоваться телефонными разговорами. Однажды подруга, застав меня в слезах после очередного звонка, предложила записывать разговоры на пленку, чтобы можно было потом их послушать. А вскоре после этого Харви купил диктофон и стал диктовать письма и дневники. Поначалу он обычно стеснялся, но к концу послания иногда даже страстно вздыхал. Попробуйте-ка заставить жителя гор говорить о любви. Это посложнее, чем извлекать из ракушки запеченную улитку специальной вилочкой. Каждую кассету я помечала ярлыком с надписью «Азбукой Брайля». Когда Харви погиб, я убрала их вместе с его одеждой, с книгами, которые никогда не смогла бы прочесть, и с музыкальными дисками, которые никогда не стала бы слушать. Через год я решилась избавиться от его одежды с помощью Луизы. Она действовала очень гуманно и разумно, как хирург, быстро и точно. Я чувствовала себя совершенно опустошенной. В один год я потеряла и Харви, и его ребенка. Правда, эта душевная и физическая усталость несколько притупляла боль, а силы были очень нужны. Продавать сибердинскую квартиру, избавляться от вещей Харви, что-то кому-то говорить по поводу потери ребенка. Луиза смотрела на меня, утирая слезы бумажными платками, изводила их пачками и горестно потягивая джинс с тоником, бутыль за бутылью. Она была осторожна, тактична, но действовала решительно, и это правильно. Мне было всего двадцать семь лет, предстояло как-то выживать. А кассеты с письмами Харви живут теперь в прекрасной, продолговатой шкатулке красного дерева. Я знаю, что она прекрасна. Я могу это определить. Шкатулка из Индии, с чудесной резьбой. Мне нравится водить пальцами по этим узорам, пытаясь представить рисунок в целом. Шкатулка стала хранилищем магнитофонных пленок и наших с ним фотографий, которые стояли у него на столе. Когда он был жив, хранила говорящие письма на полке со своими музыкальными дисками и аудиокнигами, а когда боль немного утихла, то переложила их в эту шкатулку. Ее мне подарил Харви, и я все не знала, что в ней держать. Положила пленки, заперла замочек, поставила шкатулку подальше. У меня было ощущение, что я опустила их в гроб, как бы похоронила голос с Харви. Вероятно, я была здорова не в себе тогда, ведь меня эти мнимые похороны отчасти успокоили. Возможно, этот странный ритуал тоже был необходим, ведь настоящих-то похорон не было. Его тело так и не нашли, не положили на вечный покой в гроб. Наверняка я подсознательно выбрала самое подходящее место для упокоения его голоса. Чудесный деревянный гроб, сделанный в Индии, куда мы хотели как-нибудь съездить, устроить себе второй медовый месяц. Как только удастся выкроить недельку-другую, чтобы отдохнуть от сумасшедшей каждодневной гонки. Слушать его письма я не могу. Давным-давно как-то попробовала, но это было мучительно. Больше с тех пор так и не осмелилась ни разу. Слушать его голос, будто Харви снова со мной, живой. Со временем чернила и фотографии выцветают. Письмо истирается на сгибах и постепенно даже рвется. А пленки не подвластны годам, они бессмертны. Голос на них остается вечно молодым, и это невыносимо, как будто человек тут, в комнате, рядом с тобою. Слушать пленки Харви все равно, что вызывать его призрак. А призраком он бывал даже при жизни. Всякий раз, когда он уезжал, это было как смерть. Он словно бы переставал существовать. Превращался в плод воображения, в лучшем случае в голос, а это бестелесная субстанция. Мой муж существовал для меня только когда был рядом, когда я могла его слышать, прикоснуться, обнять. А когда это было невозможно, оставалось лишь верить, что он есть. Я заставляла себя верить. Счастье, когда он возвращался домой, было просто упоительным еще и потому, что он будто бы снова оживал, подтверждая, что я верила не напрасно. Каждый раз, когда он приезжал, я воспринимала это как маленькое чудо, что он жив и здоров, и снова со мной. Нет, как великое чудо. Когда Харви погиб, я вздрагивала при каждом телефонном звонке, и сердце начинало бешено биться в надежде. Несколько месяцев я всякий раз молилась, чтобы это был Харви. Он воскрес, и сейчас я услышу в трубке его голос. Он едет домой. Просто случилась кошмарная ошибка. Когда Киир впервые заговорил со мной, мне показалось, что чудо все-таки снова свершилось. Мой Харви вернулся домой. Наваждение тут же рассеялось, но я была потрясена. И вмиг одолели воспоминания, и хорошие, и плохие. Теперь Киир стал только Кииром. Это он и никто другой. Я знаю его голос, и с радостью в этот голос погружаюсь. Но когда он не рядом, когда со мной только память о его голосе, когда я не ощущаю, вот как сейчас, тепла его тела, притиснутого к моему, свой голос подает знакомый страх, снова нашептывает, что Киир, возможно, лишь выдумка. Когда Киир не говорит со мной, не прикасается, он становится призраком, как когда-то Харви, кем-то, чью в самом деле шность надо принимать на веру. Мне требуется в это веровать. Плечо Киира на уровне моего уха. Я чувствовала, как оно слегка поднимается и опускается от дыхания. Может быть, он заснул, но нет, рука немного сдвинулась, он перевернул страницу журнала. Если я чуть-чуть наклоню голову, наверняка мои волосы упадут ему на плечо. И вот я скальпом чувствую контакт, а дальше... Что могло быть естественнее и удобнее? Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Он ничего не сказал, но замер. Я наслаждалась еще неизведанной для меня роскошью. Киир молчит, но я знаю, что он тут. Мне не нужно в это верить. Я знаю. В Ивернессе после ланчи Киир повел Мариану на стоянку. Холодный ветер нахлестывал воздух, Мариану подняла воротник пальто, и пока Киир загружал в машину вещи, она замерзла так, что зуб на зуб не попадал. Ездила когда-нибудь на Лендровере? Нет. В Универмаг Дженнерс мы с Марианой обычно ездили на автобусе. Он открыл дверцу. Тут довольно высокая ступень. Внутри есть ручка. Он взял ее руку и положил на широкий поручень в дверцы. А вот это еще удобнее. Наклонись. Надавив ладонью ей на спину, он осторожно пригнул Мариану и вторую ее руку положил на панель поверх приборной доски. Это чтобы не очень качало, когда на дороге попадется ухаб. На Скае их будет много, будешь держаться. Но вообще-то ход у машины отличный. Тебе понравится. Просто не терпится. Она подняла ногу, не зная, куда ее поставить. Вы позволите? Обхватив пальцами ее лодыжку, он опустил ее ногу на ступеньку. Вот так. Для женщины высоковато, даже для тренированной. Он захлопнул дверцу и пошел к другой со стороны руля. Понятно. А как вы узнали, что я тренированная женщина, мистер Холмс? По мышечному тонусу. И потом, ты совсем не запыхалась, хоть и жаловалась, что я слишком быстро иду. Он сел за руль и пристегнул ремень. Наверное, много ходишь пешком. Точно. Я плаваю. И в спортзале бываешь? Иногда за компанию с Луизой. Она же все старается похудеть, но толку никакого. Так вот, где я тебя видел. Когда мы впервые встретились, мне показалось, что я уже тебя где-то встречал. Мне тоже. По голосу? Изумился он. Да. Твой голос был похож на голос моего мужа Харви. Прозвучавшее имя повисло в воздухе, застопорив разговор. Помедлив, Кир мягко произнес. Из акцента, наверное. Да, в первый момент мне тогда даже показалось, что она осеклась. Деликатно промолчав, Кир повернул ключ зажигания и задним ходом выехал со стоянки. Спустя два часа они прибыли на северо-западный берег. В Кайл оф Лохалш. И теперь, выбравшись из машины, разминали ноги, а вдали маячил остров Скай. Мариана радостно вдыхала пахнущий морем воздух и вслушивалась в сварливый гомон чаек. Когда они снова двинулись в путь, Кир сказал, «Минуты через две дорога пойдет вверх. Мы поедем по мосту к Скаю. Под ним будет островок. Остров Бен, что под мостом, в заповедник. Там завершил свои дни Гэвин Максвелл». Известный шотландский натуралист, путешественник и писатель. Годы жизни 1914-1969. Самая популярная его книга «Кольцо светлой воды» 1960 года, главный персонаж прирученная самим автором выдра. «Это тот, который обожал выдр? Он самый». Ему вроде бы захотелось превратить свой дом в заповедник. И надо думать, появление автомобильного моста над островком вряд ли его обрадовало, ведь заповедник чуть ли не подпирает этот мост. Наверное, пока его строили, все выдры разбежались. «Да уж, но потом вернулись». Разумеется, держа в лапах чемоданчики. Интересно, дух Максвелла обходит дозором свои владения? «Насколько я понял, ты в духов не веришь?» «Нет. Но если я не верю, это еще не значит, что их не существует. Раньше люди верили, что земля плоская, но ведь это не так». «Блестящий аргумент». Марианна села прямо, напряженно улыбнулась. «Сейчас поедем вниз. Я чувствую. Да, мы подъезжаем. Добро пожаловать на Скай Марианна, прозванный когда-то Туманным островом». Они ехали еще несколько минут, и Кейр рассказывал про встречные острова, про скальпии и расы, не забывая про самый главный. Но его прервало на полусловие урчания телефона. Кейр глянул на дорогу и, резко крутанув руль, съехал на боковую линию, потом ответил на звонок. «Энни, как дела?» Марианна слышит, как он слушает, еле дыша, а через секунду-другую в трубке раздался женский плач. Кейр, судорожно вздохнув, произнес одно лишь слово. «Когда?» Нащупав дверную ручку, Марианна хотела выйти, но рука Кейра властно ее остановила. «Не надо!» прошептал он, потом продолжил в трубку. «Энни, алло!» «Тут помехи, слышишь меня? Мама с тобой?» «Это хорошо. Ты мне сообщишь, когда... когда похороны?» «Нет, только что прибыл на Скай, но я приеду. Нет-нет, я в норме. Несколько ушибов, в общем, ерунда. Послушай, Энни, если тебе что-то... Да, я знаю, но если тебе что-нибудь понадобится, что угодно...» «Ладно». «И тебе тоже, милая». Кейр отключил телефон и швырнул поверх приборной доски, испугав Марианну. Он открыл дверцу, выскочил наружу и, подбежав в край дороги, замер. Руки в карманах, плечи поникли, лицо перекошено от боли. И какое-то время смотрел на море. Начался дождь, и он подставил ему лицо уже мокрое. «Кейр, где ты?» Обернувшись, он увидел, что Марианна стоит рядом с машиной, спиной к морю. Вот она, вытянув руки, осторожными шажками подходит к краю дорожного полотна и, оступившись, соскальзывает в неглубокую канавку. Ладони Марианы упираются в отвесную каменную глыбу, она вздрагивает, почувствовав ледяную пленку влаги, подступающей на острых краях скальной породы. Вытерев руки от джинсы, она снова позвала «Кейр, где ты?» И ветер отнес ее голос в сторону. Он подбежал, схватил ее за руку, помог выбраться, «Прости, мне просто, мне необходимо было побыть на воле, на воздухе. Я знал, что это случится, то есть может случиться». «Это тот, кто попал вместе с тобой в беду?» «Да, он». «Разве я тебе говорил об этом?» «Говорил, вернее упомянул, что ему повезло меньше, но ты имеешь обыкновение о многом умалчивать, и я поняла, что там все серьезно». «Да, серьезно». «А сегодня утром он умер, так и не пришел в сознание». Звонила его жена. «Несчастная женщина, да. Он был твоим другом?» «Был. Старым другом. Как посмотришь назад». Мариана ждала продолжения, потом подумала, что это молчание лучше слов говорит о верной мужской дружбе. «Назад. Если хочешь, давай развернемся и поедем обратно», тихо сказала она. «Я не обижусь». «Нет, ни в коем случае». «Ты уверен?» «Я честно не обижусь». «Сейчас мне лучше побыть дома, растопить печь и раскупорить большую бутылку, чтобы можно было хорошенько поразмышлять об эстротечности жизни и причудах старой, с косой». «Мариана, ты как, виски употребляешь?» «Употребляю». «Тогда выпьем сегодня замака, а отпуск пусть начнется завтра». «Ох», Кейр опустил голову, и в голосе его вдруг прорвалась ярость. «Такой был парень! Огонь! А в хоккей, как играл! Видела бы ты его с клюшкой! И не буду я извиняться за «видела бы», иначе не скажешь». «Мариана нашла его лицо и провела пальцами по холодной мокрой щеке, по краю твердого подбородка. «Не надо так казниться! Ты не виноват, что выжил!» «Товарищи Харви тоже уцелели, те, кто должны были работать той ночью, но по какой-то причине не вышли. Ты же не мог ничего поделать». «Как сказать?» «Но все равно спасибо тебе». Он открыл перед ней дверцу. «Залезай, поедем дальше». Он взял ее за руку, но Мариана продолжала стоять на месте. «Знаешь, мне иногда хочется, чтобы все обращались друг с другом так, будто скоро умрут. Говорили бы все, что нужно сказать, а чего не нужно, не говорили бы. Все было бы иначе, если бы мы знали, что она уже тут близко». «Но знали бы, что бы это изменило». Они стояли друг против друга, вокруг бушевал ветер, Мариана покачнулась, и Кейр подхватил ее. Мариан убила дрожь. Переселив ее, она сказала «Я бы скрыла от Харви, что жду ребенка». «Но почему?» Ему было бы спокойнее. Он был не рад, что так получилось. Заводить ребенка мы не собирались. Харви боялся, что я не справлюсь. Если он перед тем, как сгореть, успел что-то подумать, то наверняка это. Что будет с моей женой? Она же беременная и слепая. Может быть, ему как раз было легче от того, что жизнь его продолжится, когда его не будет. Может быть, а у Мака есть дети? Трое. О, Боже! О них есть кому позаботиться. Родители не помогут ей, и старики Мака. Тяжело ей будет, но она справится. Мариана наклонилась и взялась за ручку на двери. Всегда кажется, что тебе ни за что не справиться, но как-то справляешься, сказала она, забираясь внутрь. Кир посмотрел на ее побелевшие от холода костяшки пальцев, на покрасневшее от ветра лицо. Ты как-то справилась. Когда-то да. Смотришь смерти в лицо, а потом говоришь ей нет. Рано явилось, убирайся со своей тележкой. Наш путь еще не кончен. Марианна я помню наш последний разговор с Харви, последние его слова. Нет, мы не разговаривали, мы ссорились и расстались, злясь друг на друга, даже не поцеловались на прощание. Но справляешься, как-то справляешься. Глава шестая. Все, дальше на колесах не выйдет. Выключив мотор, Кейр посмотрел на сплошную плену дождя, который неистово барабанил по капоту. Дальше только пешком. И тут есть два варианта. К дому можно пройти по узенькой окольной тропе, это тебе по силам, но идти довольно долго, вымокнешь до нитки. Или он замолчал. Или я отнесу тебя. На склоне есть ступени. Отнесешь? Не смеши. Я сама могу спуститься, только не очень быстро. Понимаешь, ступени-то так себе. Я воткнул в землю плоские камни через более или менее равные интервалы. Камни грязные, держатся не очень прочно, и расстояние между ними я пример его к своему шагу. Тебе придется здорово наклоняться назад и высоко задирать ногу. Сплошная морока. то ли дело на закорках и приличнее и удобнее. Ты очень любезен, но я лучше пойду по тропинке. Как угодно. Вцепившись в ручку дверцы, Мариана стала вылезать наружу, но тут порыв ветра выдрал дверцу из ее рук. Она неловко ступила на землю, и у нее вырвалось черт. Кир, открывавший багажник, всполошился. Что такое? Тут оказывается глубокая лужа, и теперь башмаки мои полны воды. Она на ощупь добралась до Кира, прилаживавшего к спине рюкзак. Зонтика ты, конечно, не захватил. Он расхохотался. Зонтик? При таком ветре? Она услышала, как он вытащил ее чемодан и бодрым голосом предложила. Я сама могу нести, он довольно легкий. Лучше сосредоточься. Идти предстоит по пересеченной местности, а вещи понесу я. Тут дождь хлынул еще сильнее, и она юркнула в машину. Кир, прекрати изображать героя в духе Джейн Остин. Но почему? Потому что я чувствую себя ее героиней. Это тебя раздражает? Да. Потому что ты всю свою жизнь пытаешься преодолеть ощущение беспомощности? Да, пытаюсь. она упрямо вздернула подбородок. Несколько секунд он смотрел на ее усталое мокрое лицо, обрамленное слипшимися, похожими на крысиные хвосты, прядями. Потом запихнул чемодан обратно в багажник, потом машина слегка села, и Мариана почувствовала, что Кейр очутился рядом. Представь, а я всю свою жизнь хотел стать героем. Мариана по птичьи, наклонив голову на бок, внимательно его слушала. Героем? Ну, в какой-то мере. Мариана ничего на это не ответила. Дождь еще яростнее забарабанил по крыше. Мариана плотно сдвинула колени ступни, чтобы было теплее. Промокшие ботинки жалобно квакнули. Я наверняка тяжелее, чем может кому-то показаться, простонала она. А я наверняка сильнее, чем может кому-то показаться. Он стащил со спины рюкзак и кинул его рядом с чемоданом, потом, захлопнув заднюю дверцу, обернулся к Мариане и протянул ей руку. Сейчас перед тобой будет каменный уступ, чуть ниже твоих коленок. Он взял ее за обе руки. Заберись на него. Она послушно взгромоздилась на скользкий шаткий камень, и он отпустил ее. Умница, я сейчас встану рядом и развернусь к тебе спиной. Протянув вперед руки, она нашла его плечи. Боже, со школьных времен не вытворяло ничего такого. Я же тебя задушу. Это вряд ли. Вперед. С воинственным кличем Мариана запрыгнула ему на спину, а он подхватил согнутыми локтями ее ноги. «Ну, теперь держись», сказал он. Она крепче обняла его шею, и Кир, по крабье, забирая то вправо, то влево, начал спускаться. Мариана, которую по инерции тоже заносила то вправо, то влево, нервно хихикала, а что, даже весила, и, приставив губы, к его уху добавила. «Предлагаю заключить соглашение, установить распорядок героических поступков, твоих или моих?» «И твоих, и моих». «Прекрасная мысль». «Ты побудешь героем, пока мы не придем». «А потом что?» «А потом, я считаю, завязанными глазами буду творить кулинарные чудеса под твои крики «Браво!» «Жонглировать ножами, метать тарелки, превращать воду в вино. Обещаю отличное представление». Он остановился перевести дух. «Что?» «Тяжело. Хочешь передохнуть?» «Да нет». «Хочу полюбоваться, пока не стемнело, среди деревьев отыскать взглядом свой кров после долгой разлуки. Можно сказать, ритуал». «В эту минуту я чувствую, что я уже дома». «Слышишь шум воды?» «Это ручей». «Понятно. И вроде бы там водопад». «Точно. А ниже его ручей огибает дом и течет к морю, до которого отсюда примерно четверть мили». «В ручье, наверное, хорошо летом охлаждать вино». «И не говори, а под водопадом можно принимать душ». «Сейчас, конечно, не стоит, сейчас в воду полезет только какой-нибудь мазохист из клуба моржей». «Держись крепче, уже близко». Шум воды отступает, склон выравнивается, и Кейр ускоряет шаг. И, наконец, останавливается. Он отпустил ноги Марианны, и она соскользнула на землю. Отворив незапертную дверь, Кейр завел гостю в помещение, крытое по стуку капель. «Вот это да! Ты только послушай, барабанит, как на Эдинбургском военном параде, на тату!» «Вообще-то у меня совсем не парадный уголок. Американцы назвали бы его грязной кладовкой». Марианна услышала глухой щелчок повернутого в замке ключа. Взяв за руку, Кейр ввел ее в дом. «Ты пока постой тут отряхнись, а я пойду растоплю печь». Марианна начала расшнуровать башмаки, слыша, как Кейр отошел, а потом лязгнула металлической двери, за дверью донесся шорох спичек в коробке, потом звук вспыхнувшей бумаги и потрескивания занявшегося огнем дерева. «Как ты быстро!» «Перед отъездом всегда оставляю печку наготове. Ну, заходи, присаживайся». Он помог ей стащить мокрое пальто, она скинула ботинки, и Кейр повел ее к креслу у печки. «Я сгоняю за вещами, побудешь одна, я быстро». «Не волнуйся, посижу, подышу дымком, сплошное удовольствие и канцерогены, плевать, жизнь все равно не вечно». «Вот это ты верно заметила». Марьяна прикрыла рот рукой, лицо ее вытянулось. «Как же это я? У тебя сегодня такое случилось, а я из-за всей этой кутерьмы совсем забыла... Прости, Кейр. Не расстраивайся. Я ведь чувствовал, что к этому идет. Я уже неделю сам не свой. Конечно, надеешься на лучшее, ты же сама знаешь, какие на нефтяных платформах бывают несчастья, чудовищные, потому что там мало места, там дьявольски тесно. Марьяна, ты не очень разочарована? Ты о нашей поездке? Ты же знаешь, что совсем наоборот. Для меня это было настоящее приключение, как у Энди Блайтон, очень опасная писательница, на мой взгляд. Эннет Мэри Блайтон, годы жизни 1897-1968, известная английская писательница, автор приключенческих книг для детей и подростков. Надеюсь, какао у тебя найдется, спросила она, потирая зябшие руки. Нам же предстоит ночная пирушка. Кейр, что ты молчишь? Опять смеешься надо мной? Нет, просто устал и на душе полегчало. Это ты о чем? Тихо радуюсь, что тебе тут понравилось, что ты не жаловалась на дождь и на холод и на неподобающий даме транспорт. Это ты про Ленд-Ровер или про себя? Про себя. По мне, так очень подходящий был транспорт. А насколько подобающий? Знаешь ли, нам слепым выбирать особо не приходится. Это нереально. Главное преодолеть чувство признательности. кстати, на мою благодарность не рассчитывай. Понимай это как знаешь. Думаю, ты уже убедилась, что я умею читать между строк и между слов. Знал бы ты, как мне полегчало. Тебе? Что это случилось с Маком, а не с тобой? Бедный он, бедный. Кир промолчал, и Мариана, протянув руки к огню, с поспешным воодушевлением добавила. Вот оно, настоящее тепло. Дрова замечательная штука, правда? От них, наверное, много грязи, но меня это не волнует. С глаз долой, сердце вон. Я наверх, надо принести вещи, сказал Кир, отворяя входную дверь. А ты поговори с печкой по-ласковей, ее надо подбодрить. Всех надо подбодрить. Осторожнее на этих твоих ступеньках. Я всегда осторожен, до больницы тут далеко, до всего далеко. Очень глубокая мысль, отозвалась она, стаскивая мокрые носки. Какую ты пьешь виски? Какую дадут, зато и спасибо. Кир сунул ей в руку стакан со словами. А теперь я устрою для тебя экскурсию, много времени она не займет. Дом небольшой, но кое-какие зоны риска все же имеются, и надо их четко определить. Что, что? Проведем боевые учения, отработаем посредством тренировки возможные нештатные ситуации. И каким же образом ты собираешься это сделать? Каким образом? Хм, он улыбнулся и поднял свой стакан. Что за вопрос? Задействуем принципы технологии 3D. Вот таким образом. Будем исходить из того, что пространство трехмерно. Итак, сейчас мы на кухне, где имеется старая печка. Когда она топится, ты сможешь понять пожару, тут никаких проблем нет. Стол и стулья стоят у стены, всякие мелочи, утварь на полках или в шкафах. То есть спотыкаться не обо что, но в коврике кое-где прорехи, это да, надо бы его скатать. Не надо. У меня очень хорошая память. Разок все обойду и запомню, что где. Я хорошо ориентируюсь, только переставлять ничего не надо. Гости всегда поражались, что я могу готовить. Даже если я просто угощала их чаем, это воспринималось как трюк фокусника. Странно, ведь когда все на привычных местах, любой сможет приготовить чай даже закрытыми глазами. Если это и трюк, то трюк, проделанный памятью. Полагаю, твоя память развивалась без опоры на продублированные зрительной памятью образы. погоди-ка. Когда люди хотят что-то вспомнить, то часто закрывают глаза, вероятно, чтобы задействовать внутреннее зрение. Ну, ладно, продолжаем экскурсию. В дальней стене есть еще одна дверь, черный ход. Оттуда можно выйти в сад. Сад это, конечно, громко сказано, есть пруд, так что будь бдительно. Имеются тропинки. Завтра проведу тебя по ним. Если мы вернемся вспять к кухонной двери, то входная дверь будет слева, а справа дверь ванную, весьма скромную, там только душевая кабинка и унитаз. Дальше пересекаем холл и... Марианна, ты что-то считаешь? Да. И запоминаю сумму. Понимаешь, это мои ориентиры. Числа. Зазубренные в определенном порядке. Сколько шагов от одного предмета до другого? Кейер в ответ молчит. Что такое? Почему я опять слышу молчание? Это я думаю. Наверное, слепому ребенку очень трудно жить, когда целиком и полностью зависишь от трюков памяти от эфемерных цепочек из чисел. Трудно оставаться непринужденным, во что-то играть, в общем, быть ребенком. Постоянно грохаешься и постоянно в синяках и ссадинах. Но это казалось вполне нормальным. Училась я в специнтернате. Остальные дети тоже были слепыми. Мы все были в одной лодке. Ну, а где сейчас мы с тобой? в гостиной. Справа от тебя лестница, ведущая в спальную зону. Над гостиной нависает нечто вроде огромного балкона, частично открытого, но есть защитные поручни, примерно на уровне пояса. Я сейчас тебя туда свожу. Ну, а здесь внизу, так-так, у окна мой письменный стол, у печки кресло, с ними ты уже знакома, у дальней стены диван, на нем я буду спать. Диван кровать? Нет, но он большой, удобный, он с раскладными подлокотниками, помещаюсь нормально. Я могла бы спать на нем, это безопаснее, мне тогда не придется идти по лестнице. Знаешь, я думал об этом, выбирать, конечно, тебе, но тут ведь ни стен, ни двери, ванная крошечная, в ней невозможно переодеться. Я подумал, что в спальне тебе будет уютней, но решай сама. Надо же, ты все учел, наверное, наверху действительно лучше. И там теплее ночью. Ну что, пойдем осваивать лестницу? Двигайся за мной, слева перила, тут десять ступеней, просто досочки, осторожнее. Они поднялись в спальню. Кейр проводил Марианну на середину комнаты, а сам отошел к краю, где начиналась лестница. Я стою рядом с верхней ступенькой, так что не бойся, не упадешь. А ты сейчас в середине комнаты, во весь рост можно выпрямиться только там. Подними руки вверх. Потолок скошенный, чувствуешь? Кровать двуспальная, еще не застелена. Под окном столик и кресло. Кстати, на крыше есть окно, без занавесок. Рядом с кроватью комод. Вот я снимаю с него всякую ерунду, ставь, что тебе нужно. На стене напротив кровати полки с корзинами, там одежда и кое-какой хлам, ну вот и все, не так уж много. И вообще гораздо интереснее снаружи, чем в доме. Но один важный момент. Электричества нет, поэтому я пользуюсь керосиновыми лампами. Кейр, мне же не нужен свет. Знаю, но керосиновые лампы это еще одна зона риска. Ты должна знать, где они стоят и зажжены ли они. Я еще и поэтому рассудил, что тебе проще будет наверху, спокойнее. Но мне кажется, я бы почувствовала, горит лампа или нет, по теплу и по запаху керосина. Вот и я подумал о том же. Уверен, с лампами проблем не будет. Хуже было бы, если бы на полу болтались всякие провода. Как там твой стакан? Пустой. Ай-яй-яй. Непростительная плошность со стороны хозяина. Ну что, спустимся вниз? или принести тебе виски сюда, пока ты распаковываешь вещи? Чем-нибудь помочь? Нет, только мне нужно место для одежды, ящик или корзина, в общем, какая-то емкость, вещей не так уж много. Она услышала, как он выдвинул ящик комоды, стал выгребать оттуда вещи и куда-то их сваливать. Верхний ящик комода, прошу, вешалки нужны? Нет. А есть какой-нибудь крючок, халат повесить, чтобы его легче было найти? Это запросто, в стене над кроватью есть крючок, только фотографию снимем. он направил ее пальцы к крючку. Вот он, чувствуешь, сюда повесишь. Что за фотография? Почему ты спрашиваешь? Ну, как почему? Ты устроил мне экскурсию по дому, а о нем ничего не рассказал. Какие тут книги, фотографии, памятные вещицы? Ты показал мне скелет, а мне интересно, каковы были его плоти, кровь, то есть люди. И что же ты хочешь узнать? Про твои книжки. Какая появилась самой первой? Кейр, не задумываясь, отчеканил. Про птиц, справочник, бабушка подарила в семь лет. А из последних? Ну, он озадаченно вздохнул, пожалуй, месть геи Джеймса Лавлока. Это научная фантастика. К сожалению, нет. Он предсказывает глобальное потепление. Нас ожидают страшные последствия. Еще виски? Если не хочешь, не надо. Я один с удовольствием тяпну еще. А самая любимая твоя книга? Если бы тебя должны были отправить в тюрьму, в одиночную камеру, какую бы захватил? Ну, ты шутница! Олден или жизнь в лесу Генри Торо или может быть томик стихов? Чьих? Нормана Макейга. Каких именно? Он снова вздохнул. Звонок другу можно сделать? И все же Кейр. Избранные стихотворения, их можно надолго растянуть. Спасибо. Теперь я кое-что о тебе знаю. Чего не знала раньше? Раньше я знала только то, что ты сам о себе говорил, а теперь я получила более полное представление о вашей персоне. Кстати, что на той фотографии, которую ты снял с крючка? Мое семейство. Старое фото, сделанное здесь, в этом доме, в семьдесят каком-то. И сколько тебе там? Одиннадцать или двенадцать. А кто там еще? Моя бабушка, мои родители, мой брат и сестра и мой пес. Родители. Они приехали сюда из Харриса, им посчастливилось умереть в собственных постелях? Верно. У тебя хорошая память. Ведь ты же произвел на меня тогда незабываемое впечатление. Правда? Проигнорировав его вопрос, она продолжила. Но это ведь не твой дом. Он совсем маленький. В смысле, не дом твоих родителей. В нем жили дедушка с бабушкой, но мы часто у них гостили. Моя мама родилась на Скайе, а замуж вышла за уроженца Харриса. Папа был школьным учителем, но ей всегда хотелось вернуться на Скай. «Представляю, как здорово тебе тут жилось, и в детстве, и когда повзрослел». Это правда. Дед и бабушка оставили дом маме. Она хотела продать эту землю под застройку, но мне хотелось все сохранить, и я сам купил дом у родителей. Тебе он так дорог, или это земля? Земля. Зачем она тебе? Это обсудим завтра, когда я проведу тебя по окрестностям. Нам бы поесть. Как ты насчет омлета? Отлично, но можно и подождать, я еще не очень голодная. А за второй порцией виски спустишься? Чуть позже. Хочу достать кое-какие вещи. Забери мой стакан, а я попробую спуститься дна. Итак, ужин через полчаса? Договорились. Мариана услышала, как он гулко шагает по деревянным ступенькам, беззаботно насвистывая. Далее раздалось звяканье горлышка о край стакана. Мариана достала из чемодана белье и переложила в комодный ящик, повесила халат на крючок и задвинула под кровать промокшие ботинки. Выложив на кровать сумочку с туалетными принадлежностями, она дважды промерила шагами комнату и решила, что лучше всего отчет начинать от окна, чтобы попасть к лестнице и шагать по прямой. Перед спуском Мариана извлекла из чемодана тяжелую бутылку, обернутую салфеткой. Прижав ее одной рукой к боку, второй она отыскала окно. Развернувшись, отсчитала пять шагов и оказалась у лестницы, потом нащупала перила, старательно отмечая каждую ступень, она добралась до пола и перевела дух. Кейр, ты на кухне? В гостиной за лестницей. Постой, я уберу свои башмаки, бросил их посреди комнаты. Она протянула бутылку в сторону его голоса. А это мой вклад в домашние припасы. Кейр взял сверток, развернул. шампанское? Да. Понимаю, это жутко глупо, но мне трудновато выбирать подарки. Я подумала, может, захочешь что-нибудь отметить, например, прилет каких-нибудь птиц или отлет комаров. Брось, мы выпьем его до твоего отъезда, пока ты тут. В общем, я на это рассчитывала. В конце концов, даже какао иногда приедается. Мне еще нужно обследовать кухню, а ты занимайся своими делами. Она повернулась, чтобы уйти, вдруг услышала крик «Осторожней, лестница!» Кейр, схватив ее за руку, заставил нагнуться. Мариана оступилась, но он крепко обнял ее за талию и сжал локоть. Ты хотела пройти прямо и наверняка бы врезалась лбом. «Прости, если напугал!» «Ничего, все нормально, спасибо!» Выпрямляясь, она положила ладонь ему на грудь, и тут же, несколько опешив, почувствовала прикосновение упругих завитков волос и обнаженной кожи. Резко дернув руку, она, запинаясь, пробормотала «Прости, ты что ли...» «Боже, Кейр, ты что, голый?» Он рассмеялся, просто решил переодеться. «Ой, прости, я помешала, надо было постучаться, но тут нет двери». Она еще не оправилась от шока и у нее вырвалась. «Нам необходимо что-то придумать, ты согласен? Наверху ведь тоже нет двери». Я уже об этом подумал. «Подойди к началу лестницы». Взяв ее под локоть, он провел ее эти несколько шагов. «Ну как, готово?» «Готово!» Она отмечала вслух «Входная дверь, кухня, гостиная». «Да, все так, все верно. А вот здесь, прямо у входа в кухню, я прицепил одну штуковину, так называемую музыку ветра. Над головой Марианны раздался беспорядочный перезвон, впрочем, мелодичный, когда он утих, Кейр сказал, «Это будет нашим дверным звонком. Я буду звонить, прежде чем подойду. Но и ты звони, если захочешь подать мне знак. Ты тут близко». «Но вообще-то, если и не оповестишь меня, не беда». «Потому что ты мужчина». «Нет, потому что ты не видишь, а я могу видеть, где ты. Что ты делаешь?» «Да-да, конечно. Тебе нужно одеться, тут холодно, когда отходишь от печки. Спасибо за музыку ветра, великолепная идея и такой приятный звон». «Так я буду оповещать тебя, когда собираюсь выйти из дома или когда прихожу. Как только открывается входная дверь, наша музыка срабатывает, подает тебе сигнал. И не такой назойливый, как дверной звонок, это уж точно. Какой же ты изобретательный и заботливый. Спасибо, Кейр». «Я забочусь не только о тебе. Громкие звуки здесь как-то режут слух и могут распугать птиц. Я пытаюсь сохранить естественный баланс, по крайней мере, на звуковом уровне. Значит, никакой оперы? Только в наушниках и сидя в машине. Тут же нет электричества. Но у меня есть приемник на батарейках, если тебе очень захочется послушать музыку или новости. Не захочется. Так здорово очутиться в деревушке Бригадун, вырваться из пуд современности. Деревушка из американского фильма Бригадун 1954 года. Это сказочное шотландское селение возникало вдруг из тумана каждые сто лет, причем на один день. «Кухня где-то тут, да? Она прямо перед тобой, Марья Анна. Он виноват и прикоснулся к ее локтю. Прости, если напугал. Ну, когда схватил тебя, иначе бы ты набила на лбу огромную шишку». «Да ладно тебе?» Я просто немного растерялась и почувствовала себя незащищенной, наверное. Когда мужчины знают, что ты не видишь, что позволяют себе иногда всякие глупости». «Все шутишь?» «К сожалению, нет». «Ублюдки!» В свое время случались неприятные сюрпризы, но не волнуйся, этот таковым не был. «Марианна». «Напротив, сюрприз был очень приятным, но я стыдливо от Киры шарахнулась. Скромница нашлась вполне в духе Джейн Остин. Наверное, сказалось то, что у меня давно не было отношений с мужчинами, иначе вела бы себя умнее. «Да чего же мне не хватает глаз в такие моменты, нормальных глаз, которыми, говорят, можно выразить любые чувства, они могут манить, отталкивать, запрещать, позволять, без всяких слов. Мне не дано красноречивого взгляда. Ну и как же я могла подать знак, что дверь открыта, что я буду рада, если он захочет прийти? Только прикосновение. Мне хотелось к нему прикоснуться, но я этого не сделала. Когда зазвенела музыка ветра, я едва не кинулась его обнимать. Может, и кинулась бы, если бы он был одет, но я просто сказала спасибо. Я запретила своим рукам обвить его шею, потому что не знала, что будет означать это объятие и для него, и для меня, что кроме моего порыва прикоснуться к нему, жизнь не сводится к прикосновению, по крайней мере, для меня. Глупости нужно. Нет, необходимо поступать так, будто впереди лишь год жизни, а я зачем-то фокусничаю, развожу сантименты. Отсчитав ступень и шаги, я поднялась наверх, села на кровать. Кир бродил внизу. Я слышала, как он расстегивает молнии на карманах рюкзака или на джинсах и раскладывает вещи по шкафам и ящикам. Лязгнула дверцы печки, затем раздался глухой деревянный сток, чуть потянула дымом. Подложил в печку дров, сообразила я. Я нашарила в изножье кровати сумочку с туалетными принадлежностями и вытащила щетку для волос. Потом долго и безжалостно их расчесывала, они так и трещали от статического электричества. В общем, выплескивала наружу злость на себя и свою слепоту, на то, что не могу поддержать столь желанную игру, поскольку у меня нет нужных карт. Волосы мои наконец ровно легли на плечи, безупречно шелковистые, но я тут же собрала их в хвост и полезла в сумочку за матерчатой резинкой. Для моей унылой жизни подходит унылый хвост, а не распущенная роскошная грива. Полное раскаяние в своей застенчивости, я сидела на кровати, смиренно сложив руки на коленях и мысленно раздевала Кейра. Конечно, теперь, когда мы с ним вдвоем оказались в замкнутом и очень тесном пространстве, неизбежными будут неловкость и напряженность, но меня утешало то, что, по крайней мере, мысли мои он точно не увидит. А если учесть, что в этих мыслях творилось, то знать о них Кейру было абсолютно незачем. Глава седьмая после ужина Кейр сел писать письмо матери Мака. Надо было поддержать ее и утешить. А Мариана сразу отправилась наверх укладываться, сама захотела лечь пораньше. Ее очень утомило экскурсии то, что пришлось уйму всего запоминать, осваивая неизведанную территорию. Уже забравшись под одеяло, она слушала, как Кейр умывается, как готовится к ночлегу, вот открыл и закрыл печную дверцу, вот зашуршал спальным мешком, раскладывает, вот скрипнул диван, оседая под тяжестью его тела. Лежа на спине, Мариана пыталась услышать происходящее за стенами дома. Ветер прекратился, ей показалось, что повисла тишина, почти давящая, но чуть погодя сквозь шипение и сердитое потрескивание дров в печи, Мариана все же уловила радостный прерывистый лепет, мелодичное бульканье. Она догадалась, что это ручей, это он, перекатываясь по камням и скалистым порогам, гулко приплясывая, мчался к морю. Журчание ручья, оно неизменно в своем постоянстве и одновременно постоянно меняется. Мариана притихла под одеялом, завороженная звуками, ей страстно захотелось поделиться своими ощущениями с ним, с человеком, который уговорил ее приехать сюда, но он, скорее всего, уже спал. Снова переключившись на то, что происходит внизу, она услышала шорох перелистываемых страниц, для книги слишком громкие, «Значит, Кейр читал журнал, а интересно какой, специализированный для нефтяников, что-то про новейшие технологии при разведочном бурении, или в этом журнале пишут про природу?» «Наверное, про природу». Кейр, похоже, четко разграничивал работу и дом, он же нефтяник, а дома они предпочитают целиком отрешаться от своих профессиональных тягот. Мариана помнила благоговейное на грани сумасшествия отношения Харви к домашнему очагу и понимала, как это ему было необходимо обо всем забыть на какое-то время. Тихонько откашлившись, Кейр перевернул страницу. «Кейр, ты не спишь?» «Не сплю. Что-то не так?» «Все нормально. Просто мне интересно, что ты читаешь». «Журнал для любителей птиц». Так я и подумала. «Как ты догадалась? Я вроде бы не присвистывал от восхищения, переворачивая очередную страницу. Если бы присвистывал, я бы подумала про плейбой. Или стал бы ты тогда чаще, там же мало текста. Что мы завтра будем делать?» «В зависимости от того, как долго ты согласишься мокнуть». «Я люблю дождик. Мне гораздо больше нравится гулять под дождем, чем в ясную погоду». «О-о-о! Тогда тут для тебя настоящие раздолье. Утром у нас экскурсия, потом пикник и, возможно, даже ланч на дереве. В домике». «В домике на дереве?» Она рывком уселась. Услышав шорох одеяла, Кейр крикнул «Не расшиби голову!» «Там действительно самый настоящий домик?» «Да». «Это ты его построил?» «Построил деда, а я потом слегка его модернизировал». «Домик на дереве!» Она рассмеялась. «Дерево-дом!» «Прекрати издеваться!» «Я не издеваюсь, я радуюсь!» «Радуюсь, что мой человек-дерево живет в домике на дереве! Его дом тоже дерево!» «Ты бывала в таком доме?» «Послушай, неужели это возможно?» «Конечно, не бывало!» «А как ты туда забирался?» «По веревочной лестнице!» «Ох!» услышал Кейр, и непонятно было, что означал этот приглушенный вскрик, восхищение или разочарование. «Марья я смогу попасть на самый верх, на высокие ветви, но я справлюсь, как ты думаешь. Веревочная лестница штука коварная!» «Не бойся, я буду ее держать!» «Значит, залезу я!» «Можем и вместе, если я перекину тебя через плечо, как доблестный пожарный!» «Ладно, че с ними, с приличиями? Перекидывай!» «Ради домика я согласна на все! Это же здорово! Знаешь, зря ты мне сказал про домик, теперь я точно не усну!» «А я, соответственно, не смогу почитать!» «Ах, простите, что оторвала вас от плейбоевской модели месяца!» «Хуже от прекрасного фото кричащей выпи!» «Спи давай! Тебе предстоит насыщенный день, и к тому же завтра твоя очередь готовить!» Мариана снова улеглась, закуталась в одеяло и пробормотала. «Столько всего!» «Еще какао!» Последнее, что она запомнила перед сонным забытьем, было тихое хихиканье Кейра, но, возможно, это веселился ручей. его разбудил сон про мака. Снился эпизод, когда Кейр заметил, что сейчас произойдет нечто ужасное. Мак, стоя на сильном ветру, хохочет и что-то кричит, не слыша сзади скрежета Пиллерса. Этот, как оказалось, плохо приваренный огромный вертикальный столб оторвался от палубы качнулся и вот-вот рухнет. Кейр прыгнул к маку, оттолкнул с собой, и тот отлетел в сторону еще мгновение, и вот они уже оба распластаны на полу. Тут Кейр проснулся. Печка уже остыла, но он весь вспотел в своем спальном мешке. И руки и ноги, все его большое тело ныло, измученное сначала теснотой поезда, потом ленд-ровера, а теперь дивана. Он расправил плечи, вытянул ноги, потерев пальцами шов на лбу, тут же вспомнил, как ударился, как лежал ничком, уставившись на кроваво-коричневое пятно ржавчины на палубе, рядом с которым ярко краснела лужица его собственной крови. Потом он услышал, как упал мак, но не мог пошевельнуться, а дальше перед глазами все расплылось. Оказалось, что рухнувшая стальная опора все же задела мака. Удар был непрямым, но все равно фатальным. Из-за того маневра с прыжком друга его не убило сразу, но все равно это был конец. В общем, геройский маневр лишь продлил агонию мака и страдания его близких. Энни неделю провела у постели мужа, надеясь, что к нему вернется сознание. Неделю отчаянной надежды, которая постепенно угасала вместе с жизнью мака. Душей Кира расползалась пустота, заполнить которую могли только ярость и боль. Кир вспомнил, что там наверху Мариана напряг слух, тишина. Мерного сонного дыхания что-то не было слышно, но потом услышал, как она повернулась, скрипнули доски над головой, он сел, глянул в окно на ночное небо, звезд не было, а луну почти закрыли облака, он зябко поежился и потер голые плечи, но и холодина, завтра вполне может пойти снег. Мариана снова пошевелилась и что-то пробормотало. Кир замер от неожиданности удивления, этот ее бормоток напомнил Киру о тех женщинах, с которыми он был близок, о женщинах, которые лепетали что-то лежа с ним рядом. Он улыбнулся в темноте и снова втиснулся в спальный мешок. Кир услышав ее шепот, Кир подумал, что это она во сне, но Мариана повторила чуть громче Кир да зажги лампу, если хочешь почитать, ты мне не помешаешь. Я в окно смотрела, теперь вот лежу, думаю о Маке. «Да», ответил он словно бы через силу, «а хочешь поговорим о нем?» Он подумал, что это было бы замечательно, облегчить душу, дать волю гневу и отчаянию под покровом темноты, рассказать, что он пережил, что его мучит, вот сейчас все, все рассказать своей незримой и чуткой собеседнице, но вслух Кир произнес «Давай лучше о звездах». «Да, да, конечно, но сколько сейчас времени?» Он глянул на свои часы. «Почти час». «Боже, оказывается уже ночь, а что ты там видишь? Мерцающие звезды?» Ты сказал, на окне нет занавесок. «Весь дом залит лунным светом? А на что он похож этот свет? Он всегда вызывает такие восторги». Лунный свет жутковатый, похож на прохладную, незаметно струящуюся воду. Помнишь, какими бывают в Эдинбурге туманы, когда воздух весь пропитан влагой? Кажется, что ты дышишь водой. Воздух какой-то вязкий, он просачивается в одежду, проникает в кости. Лунный свет примерно такой же, холодный, загадочный, иногда он бывает сказочно прекрасен или ужасен. Расскажи мне про звезды. Ты там не замерзла? Печка остыла. В первый вечер она всегда ленится и капризничает. Погоди, сейчас снова ее растоплю. Выбравшись из спального мешка, он опускается на колени перед печкой, нашаривает лежащие наверху коробку со спичками и свечу. Он зажигает ее, потом, отворив дверцу, выгребает залу и несколько еще подернутых жаром угольков. Запихивает в печь обрывки бумаги, немного щепок, потом, когда занялся огонь, кладет полено. «М-м-м, как хорошо пахнет, донеслось сверху. Свечка воском запахла, может, лампу зажжешь? Ну ее, много мороки, и слишком она яркая. А чтобы увидеть звезды, должно быть темно», сказал он, задувая свечу. «В детстве я ненавидел лето, потому что меня заедали комары и потому что никак не темнело. Звезды бывают только на ночном небе, и мне не удавалось их дождаться. Слышишь меня? Очень хорошо. Деревянный пол — отличный резонатор. Ты как будто совсем рядом говоришь. Продолжай. Так вот, летом я подолгу стоял у окна своей комнаты. Взрослые были уверены, что ребенок давно спит. И всматривался в небо, точно зная, что звезды там, просто мне они не видны. Я мысленно расставлял их, прикидывал, где бы они находились, если бы можно было их увидеть. Как те астрономы, которые открыли Нептун. Точно. Ты знаешь про Нептун? — Представь. Я коллекционирую открытия, совершенные без помощи глаз. Расскажи, что ты сейчас видишь. Не бойся, что я что-то не пойму. Я просто буду слушать, как сказку. Нет, как музыку. Музыку сфер. Она тихо рассмеялась, как космическую оперу. Убедившись, что полено разгорелось, Кейр снова забрался в спальный мешок и выглянул в окно. Когда луна выплыла из-за облака, он увидел огромные снежные хлопья, медленно падавшие сверху. Снег скапливался в уголках окна и постепенно, точно украдкой, заметал подоконник. Перевернувшись на спину, Кейр задрал голову повыше, чтобы голос его был направлен точно вверх. Говорил он негромко и довольно монотонно, словно не просто объяснял, но и творил заклинания. Если посмотреть на восток, там отыщешь Арктур. Он один из самых ярких на небосводе. Свет у него желто-оранжевый. Большинство звезд кажутся холодными, ледяными. Они звучали бы как флейты, точнее, как маленькие флейты пикколо. Высокие, пронзительные довольно звуки. Арктур на вид гораздо теплее. Я бы сравнил его с виолончелью. Он как печка, когда она уже не раскаленная, а приятно греет. Арктур яркий, но не жжет. И не слепит, как солнце. Он как чувство, которое испытываешь к старому другу или к бывшей своей любви, к человеку, который все еще тебе дорог. Спокойная нежность. Страсть отполыхала. Может, даже не виолончель, скорее альт. Ну и как тебе моя лекция? Я наверху блаженства. Хочу, чтобы ты записал для меня все это. Буду слушать, когда вернусь домой. Рассказывай дальше. Кейр повернулся набок и, приподнявшись на локте, глянул на печь. Если посмотришь на запад, увидишь созвездие Орион. Это охотник, его легко найти. Это великан и могучий. Мои уважаемые коллеги, досточтимые буровики, наверняка сравнили бы его с криво построенным кирпичным коттеджем. Да, общий контур по периметру созвездия местами асимметричен. Но мы мысленно впишем в этот контур фигуру охотника. В правой, поднятой вверх руки, Орион держит дубинку. В левый щит. По некоторым легендам, это не щит, львиная шкура. У него широкие плечи. На правом плече примастилась огромная яркая звезда Бетельгейзе. В детстве я никак не мог выговорить и запомнить это слово. Все время путал с названием фильма Бетлджюс. На ступне левой ноги сияет еще более яркая Ригель, звезда-сверхгигант. А теперь я сражу тебя на повал. Ригель в пятьдесят тысяч раз ярче солнца. Но она дальше от нас на тысячу четыреста световых лет. Но больше всего у Ориона мне нравился пояс дивной красоты. И все же, что бы кто ни говорил. Орион парень хоть куда. Плечи широкие, талии узкие. На ней сияют три яркие звезды. Это и есть так называемый пояс Ориона. А с него свисает меч, состоящий из очень плотно расположенных звезд. Средняя звезда меча на самом деле представляет собой туманность. Из облака пыли и газа. Но выглядит она как звезда. Слева от Ориона самая-самая яркая звезда. Хватает его за пятки. Сириус. Он же пёсья звезда охотничья собака Ориона. Сириус близко всего восьми световых годах от нас. Он сорок раз ослепительней солнца, потому и кажется таким ярким. Назовем его кларнетом, который доминирует в хоре прочих инструментов оркестра. Сириус сияет сильнее остальных звезд. И сразу притягивает взгляд. У моего деда был пёс, овчарка, тоже настоящая звезда. У него и кличка соответствующая была Астер. Толку от него не было никакого. Лентяй и позёр. Дед отдал этого бездельника мне. И он постоянно крутился под ногами, требовал внимания. В общем, доставал меня страшно. Но я его любил, и он меня тоже. По секрету от всех я придумал ему другую кличку — Сириус. И часто воображал себя охотником. Орионом подпоясывался кожаным ремнём, который отдал мне старший брат. А мечом служила огромная палка. Однажды Сириус приволок убитого зайца и положил этот трофей к моим ногам. У меня даже дух перехватило. Но почему? Понимаешь, прямо под ногой Ориона находится ещё одно созвездие — Лепус, Заяц, в переводе с латыни. Я был совершенно уверен, что Сириус знал, что означает его тайная кличка и кого я изображаю. Потому и добыл зайца. Кир повернулся к окну, понаблюдав некоторое время за густо падающими снежными хлопьями. Он тихо спросил, «Ты не уснул ещё? Молчишь всё?» — Это я от восторга. Правда, нет слов. Наверху зашуршали простыни. Это Мариана перевернулась. «Спасибо тебе, Кир. Это было чудесно. Всё это. Постарайся уснуть. Я придумал тебе на завтра обширную программу. Устанешь». «Ну что ты! Какой сон!» «Теперь я буду наблюдать за звёздами мысленным взором, так сказать». Он ничего ей не ответил, но чуть погодя начал нараспев цитировать. «О ты, чудеса творящий! Защити меня, всемогущий! Ты — правитель всей жизни и звёзд!» «Что это?» «Гельская молитва. Они похожи на заклинания. В них есть что-то языческое. Это заклинания против бессонницы». «Это всё или ещё слова есть?» «Да там ещё много!» «Упаси меня этой ночью! Сбереги моё тело и душу! Упаси меня этой ночью! Будь всемилости в каждую ночь! Упаси меня, не оставь посреди небес и земли, перед тайной твоих законов, недоступных очам слепца!» Он услышал приглушённый судорожный вздох, но продолжил. «Перед тем, что узреть сумел, и пред тем, что осталось незримым, перед тем, что я, слава тебе, смог постичь и чего не смог». Так называемая «Руна на сон» из сборника гельских песнопений и молитв «Кармина Гелика», выпущенного в 1900 году Александром Кармайклом, годы жизни 1832-1912, известным шотландским фольклористом. «Спокойной ночи, Марианна!» «Спокойной ночи! Спасибо, Кейр!» «Не за что!» Она услышала жужжание молнии на спальном мешке и скрип дивана под телом Кейра. Потихоньку, едва дыша, Марианна повторила «О, ты чудеса творящий!» Она, улыбаясь, стала думать про Кейра и в какой-то момент с тревогой обнаружила, что вся дрожит, но совсем не из-за зимней стужи. Луиза. Через несколько дней после их отъезда Марианна прислала мне открытку, вероятно, она ее надиктовала. «Дорогая Лу, разглядывать достопримечательности я, сама понимаешь, не могу, и тем не менее, Скай изучила неплохо. Куда бы мы ни ходили, везде я слышу чарующие, ласкающие слух звуки. Тут столько разных дождей. Совсем неслышимых не бывает, но они никогда не буйствуют, поэтому не заглушают даже очень тихие звуки, например, тренькинги капель, срывающихся с камней. У меня такое чувство, будто специально для моих ушей устроили спектакль. Кто-то взял и навел фокус в мире моих ощущений. Меня тут угостили коктейлем. Гарь торфянников, влажный дух разнообразной растительности и моря, и эту терпкую смесь я еще запиваю стаканом отличного виски. Как говорится, наслаждаюсь жизнью. Привет, М. По скрипту. Я попросила Кейра выбрать открытку. Это была юморная открытка, абсолютно черная, без всякого изображения, и на ней надпись «Ночной Скай». Сначала я подумала, что шутка довольно безвкусная, но, поразмышляв, решила, что так могла сострить только сама Марианна. Кейр прислал мне свою открытку. Они обе сразу пришли. На его открытке имелись живописные горы. Текст был коротким. «Привет, Луиза». Марианна, по-моему, вполне довольна. Никаких недоразумений, она уже освоила территорию дома. Даже наша кошмарная погода, похоже, ей нравится. Всего хорошего, Кейр. Какие молодцы. Знали, что я ужасно волнуюсь, сидя в своих четырех стенах. У меня действительно отлегло от сердца. Но ни он, ни она и словом не обмолвились о том, что интересовало меня больше всего. Я показала открытке Герту, который зашел проверить мой компьютер. Что-то с машиной не то. Надо сказать, что, несмотря на свое законченное школьное образование, впрочем, возможно, как раз благодаря ему Герт любит вернуть крепкое словечко. Или какой-нибудь кокни. Прочитав оба послания, он с ухмылочкой выдал. «Так ты думаешь, они трахаются?» Глава восьмая. Луиза. Пока Мариана там, на Скае, в моей жизни произошли любопытные перемены. Может, оттого и произошли, что Марианы нет дома. Но обо всем по порядку. Как-то вечером мы с Гертом отправились на лекцию про Мэри Шелли. По-моему, ее пока недооценили. И на обратном пути схлестнулись по поводу ее знаменитого уродца Франкенштейна. Был февраль. Соответственно, шел дождь со снегом. Поэтому решили срезать путь, свернули на боковую улочку, потом на аллею. И напрасно мы это сделали. Но ведь я шла не одна, а с Гертом. И было не так уж поздно. В общем, потеряла бдительность. Спорили мы вот о чем. Отразилось ли на личности Франкенштейна то, что у него не было матери? То есть он, по сути, продукт неблагополучной семьи. В самый разгар дискуссии за кучу мусорных пакетов выскочил жуткий тип. Весь обтрепанный, но просто Абель Мэгвич, выбежавший из-за могильного камня. Персонаж из романа Чарльза Диккенса «Большие надежды», «Беглый каторжник». Пошатываясь, тип направился к нам. В Эдинбурге тьма нищих бродяг, полно всякого сброда. Я и не особенно испугалась. Уже потом сообразила, что ситуация-то не из лучших. Аллея еле освещена, рядом не души, даже шума машин почти не слышно. Я вцепилась в локоть Герта. Чувствую, напрягся, парень дрожит. Оно и понятно? Сразу нож увидел не то, что я. Не скажу, что ножище, но потому, как этот тип его держал, я почувствовала, что он умеет им пользоваться и пустит его в ход без колебаний. «Стоять!» — скомандовал Мэгвич. Мог бы и не надрываться, мы и так застыли, как вкопанные. Он стал водить ножом перед моим лицом туда-сюда, но смотрел на Герта. «Кошелек и телефон, парень, и чтобы сразу...» «Отлипни!» — от нее запинаясь, крикнул Герт. «Сейчас все получишь, приятель!» Он полез во внутренний карман своего длиннющего черного пальто и медленно протянул типу сначала мобильник, потом портмоне. Мэгвич сунул их в карман, продолжая наблюдать за Гертом, но на секунду переключился на меня. Потухший бессмысленный взгляд от наркотика или голода или от холода, а может, это всего сразу. Повернувшись ко мне, он пробурчал. «Кошелка!» Я решила, что он просто обхамил меня, но потом сообразила, что это он про сумку. Я безропотно протянула ему свою кожаную большую сумку. У нее и ручки есть, и ремень через плечо. Туда помещались и записные книжки, и карточки всякие, ручки, в общем, писательский ассортимент. Мэгвичу определенно не понравилось, что она такая большая и тяжелая. Снова поводив ножиком, он протявкал. «Открой! Кошелек! Гони!» Была у моей сумки одна досадная особенность. Из нее ни в коем случае не следовало изымать все сразу. Если держишь ее только за одну ручку, расстегивать надо осторожно, иначе пасть ее сильно распахивалась и все вываливалось. Но кто в такую минуту помнит об осторожности? Стала открывать замочек, разумеется. Одну из ручек упустила, все посыпалось к ногам Мэгвича. Телефон, кошелек, очки, пудреница, лак для ногтей, ручка-самописка, связка ключей. Все это с грохотом шмякнулось на землю. Шум грабителя напугал, он нервно оглянулся, потом снова посмотрел на меня. Если бы взглядом можно было прикончить, то я мигом бы очутилась на том свете. — Старая дура, сучка! — прошепел он, растерянно переминаясь с ноги на ногу, притоптывая обтерханными башмаками. Я мысленно уговаривала. «Ну что ты топчешься? Беги!» Но этот негодяй нашел таки выход. «Сама поднимай. Кошелек, потом мобильник». Цепившись снова в руку Герта, я плюхнулась на колени среди своих рассыпанных вещичек. Кое-что разбилось. Наверное, Герд наклонился, чтобы помочь мне, потому что Мэгвич, что-то прорычав, предупредил. «Не суетись, малыш, а то чикну твою мамулю». Мамуля оказалась последней каплей. Я и так уже была насмерть перепугана и, не переставая, плакала, но это было уже чересчур. Я рассверепела. Схватив в одну руку телефон, в другую кошелек, я поднялась с колен, но разгибаться не стала. Глядя на ноги Мэгвича, я чуть подвинулась и сгруппировалась, потом сделала глубокий вдох и со всей силы боднула его головой в пах. Он с воем грохнулся на спину. «Бежим!» — проверещала я, и, не оглядываясь, на Герда бросилась в ту сторону, где были свет, уличный шум и потоки машин, и при первой же возможности скинула туфли на высоких каблуках. Только добравшись до оживленной части Лотиан-Роуд, я остановилась отдышаться. О, радость! Герд бежал рядом со мной, хохоча и плача. От подведенных глаз по белым щекам бежали черные ручейки. Стоя на углу улицы, мы хлопали друг друга по плечам, радуясь спасению. Чуть погодя, Герд сообразил поймать такси. Доковыляв до машины, я забралась внутрь и продиктовала шоферу адрес. Герд напомнил, что ключики мои тю-тю остались на аллее. Я его успокоила. После того, как Мариана чуть не посеяла свой ключ, я держу запасной у соседей. Когда мы валились в квартиру, я сказала, что ни за что не буду ночевать одна, ведь у Мэгвича есть и мои ключи, и книжка записная, и даже мотив для убийства. Герд жил в несусветном районе, кишевшем Мэгвичами, поэтому я не удивилась, что он согласился остаться. Так, собственно, все и началось. Марианна. Проснувшись, я сразу почувствовала, что-то изменилось. Все изменилось. Звухи, запахи, запаха и прикосновения одеяла, холодный почему-то воздух, все незнакомое. Как только вынурнула из сна, сердце бешено застучало, никак не могла сообразить, где же это я. Аппетитно пахло жареным беконом. Но Луиза никогда не готовила завтрак, никогда не завтракала в полном смысле этого слова, уступив искушению просто выпить кофе с булочкой и нехитрым бутербродом. Кто-то там на кухне пытался не шуметь. То есть сначала что-то лязгало и гремело, потом те же звуки становились более приглушенными и растянутыми. Пахло не только беконом, еще и кофе, горящими дровами, какой-то травкой и мылом. Постепенно в голове моей прорезалось. Я в доме Кейра наверху. А он сам внизу на кухне. Только что принял душ и теперь готовит завтрак, варит кофе. Растопил печку. Я лежала, не двигаясь, прислушивалась к пространству. Что-то новое появилось после вчерашнего дня. Ручей. Его не было слышно. Конечно, здесь в доме его журчание было еле различимым, но засыпала я точно под этот лепет. А сегодня ручей молчал. У лестницы нежно затренькала музыка ветра, потом чуть громче. Я услышала шаги Кейра, медленные, робкие. «Мариана, ты проснулась?» Она села, тщательно закутываясь в одеяло, хотя флисовая пижама целиком закрывала тело. «Да? Ты уже здесь, в комнате?» «Нет, лестнице. Я приготовил тебе поесть». Пригнув голову, Кейр вошел в спальню. В руках его был поднос. «Или ты из тех худосочных дам, которые позволяют себе утром только йогурт и чай на травках?» «Я запросто могу умять огромное кусище бекона». «Вот это по-нашему!» «Тут поднос. Ставлю его перед тобой. Кофе справа, сэндвич с кусищем слева. Бекон я тоненько нарезал, так что наслаждайся кулинарными прелестями жизни в медвежьем углу. Кофе есть, захочешь еще прикажи». Я собрался притащить кофейник, но он тяжелый, принес только кружку. «Спасибо. Все просто замечательно». Стоя у кровати, он смотрел, как Мариана откусывает кусочек сэндвича и думал о том, что она совсем другая сейчас, когда пепельно-белокурые волосы чуть спутаны и взъерошены. «Когда надумаешь спуститься, на кухню будет полный порядок и совсем тепло. Я научу тебе пользоваться душем». «Спасибо». Она махнула сэндвичем в сторону его голоса. «А знаешь, вкусно, очень». Продолжая есть, добавила. «Кир, снаружи как-то все иначе звучит. В чем дело?» «Значит, просекла». «Что, стало тише?» Он улыбнулся. «Просекла, хотя и такой тарарам устроил на кухне». Это на кухне, но снаружи действительно тише стало. «Да». «Я больше не слышу ручья». «И вряд ли услышишь. Он теперь еле течет из-за льда». Она вскинула голову. Ей все стало ясно. Выпал снег. Нападал уже толстый слой. Вставай, пошли играть в снежки. А чтобы все было по-честному, можешь завязать мне глаза, как рыцари ордена джедаев в «Звездных войнах». На боевых учениях почувствуй силу, Люк. Люк — скайуоркер, главный герой фильма «Звездные войны». Слегка даже задохнувшись от смеха, она воскликнула. «Ну и шутки у тебя чудовищные». «Действительно так себе. Но ты ведь смеешься? Понимаешь? У меня специфическое чувство юмора. Люблю страшилки. Садись. Что стоишь, будто старый преданный дворецкий?» Присев на край кровати, Кейр сказал. «Быть слепым, конечно, ужасно. Но если человек не способен иногда пошутить по этому поводу, вот тогда это действительно страшно». «Ты согласна?» — добавил он не очень уверенно. «Вполне. Сама я нормально отношусь ко всяким шуточкам. Но слышала бы тебя Луиза, возмутилась бы ужасно. Все ее иллюзии вмиг были бы разбиты. У нее есть иллюзии? И какие же?» «Ну, не знаю. Никогда с ней не говорили на эту тему», — сказала Мариана, откусывая очередной кусок. «Ты для нее наверняка личность темная, чужак, который умыкнул бедную сестричку исключительно из любви к авантюрам. Кто знает, что у нее на уме? Едва ли она живет в реальном мире». «А ты?» Перестав жевать, она отчеканила. «Мой мир слишком ограничен. Я не об этом. Сама ты чувствуешь, что живешь в том же мире. В смысле, в том же, где я или Луиза. Ведь твой мир простирается до тех пределов, к которым ты можешь дотянуться тростью. До пределов слышимости, доступной тебе, еще до пределов интенсивности и определенного количества запахов. Так ведь?» «Так. Он гораздо меньше, чем у всех остальных. Зато ты все полнее ощущаешь. И острее, как мне кажется. Разве тебя очень волнует, что приходится многое додумывать? И что-то иногда не совсем совпадает с реальным обликом. Например, с обликом кроликов шесть футов ростом. Ну да, объективность восприятия значительно ограничена, если у тебя нет возможности определить параметры на ощупь. Не до такой степени, как ты воображаешь. Ты сел, и я сразу определила, как ты говоришь, параметры. Матрас слегка расплющился. Я почувствовала это мускулами ног. Даже если бы мне не удалось обследовать тебя на ощупь. Я поняла бы, что ты мужчина крупный, потому как осел матрас». «В постели со слоном». Так, говорят, чувствовала себя Шотландия, когда вступил в силу акт об унии. Имеется в виду законодательный акт о выборозовании единого государства Великобритании, принятый в 1707 году парламентами Англии и Шотландии. Будто мышь, угодившая в постель слона. Каким бы душкой ни оказался слон, спать рядом с ним страшновато. В мире Луизы обитают мужчины? «Нет», — ответила Мариана, откидываясь на подушки и облизывая пальцы. «Не знаю даже почему, но, думаю, она была бы не прочь завести кого-нибудь. Я, конечно, не знаю, как она выглядит, тем более с точки зрения мужчин, но она добра, богата и совсем не так глупа, как пытается внушить. Разыгрывает из себя тупую блондинку. Зачем?» «Наверное, чтобы как-то уравновесить наши возможности. Вероятно, считает, что мое ощущение неполноценности непременно приглушится уверенностью, что я умнее ее. Придуривается по доброте душевной. Но это здорово раздражает. Что придуривается? Или доброта? И то, и то. Наверное, мужчины боятся, что им придется заботиться не только о ней, но и обо мне, потому и держатся на расстоянии. А зря боятся. Я могу жить одна. Многие слепые так живут. Справлялась же, когда училась в университете и когда Харви не было дома. Да одной труднее, но это преодолимо. У тебя есть платок? Я куда-то положила несколько, но не помню, куда именно. На подносе лежат бумажные полотенца. Нащупывая полотенце, Мариана продолжила. «А какое впечатление Луиза произвела на тебя? Как женщина?» Вообще-то она не в моем вкусе. Даже если бы была моложе, но вполне симпатичная для тех, кто любит женщину в теле, пухленьких. Такие многим нравятся. И потом, когда женщина сама настроена на соответствующие отношения, еще не все потеряно. Мужчина это притягивает, что старая антенна еще ловит. «Вот оно что! Старым антеннам требуется заместительная терапия, гормональная. В этом все дело. И тебя они тоже ловили?» «Наверное, просто я не замечал. Тогда в ботаническом ты сказал, что не знаешь, нравишься ты женщинам или нет». «Я имел в виду незрячих женщин. Луиза никогда не была замужем?» «Никогда. И монашкой тоже не была. Но никаких длительных романов». «А этот ее Герд? Который год?» «Герд? Ему не больше двадцати пяти». «Ну и что?» Считается, что у мужчин в сорок лет пик сексуальной активности уже позади, а женщины как раз в этом возрасте его достигают. Возможно, Луиза ценит молодые, крепкие мускулы. Но чем сама Луиза может привлечь двадцатипятилетнего парня? Добротой, чувством юмора. Да, представь себе. Заботливая, чувственная женщина, которой плевать на целлюлит и которая не помешана на липосакции. Еще она всегда тебе благодарна». «Благодарна?» «Между прочим, это очень важно. Мужчины тоже часто не уверены в себе. Даже чаще, чем женщины. Нам сложнее доказывать свою состоятельность. И женщинам, и себе. Бессонными ночами каждый мечтает о той, которая будет всем довольна. Молоденькие женщины порой слишком пугливы и зажаты. В постели они больше напрягают, чем радуют. К тому же вы, душеньки, так сосредоточены на том, как вы выглядите. И на мобильнике, что это здорово охлаждает. Поэтому молодым парням вроде Герты иногда проще общаться со зрелыми дамами, такими как Луиза». Сестра Луиза вдруг предстала перед Марианной в ином, непривычном ракурсе, и она тут же спросила, «Значит, она все же тебя заинтересовала?» «Луиза?» «Меня нет, но теоретически. Ты же хотела услышать мужское мнение». «У тебя были романы с женщинами старше тебя?» «В молодости было дело в Абердине. Дама моя была с амбициями, обожала свою работу и не хотела засесть с детьми, потому их не заводила. Мне, зеленому юнцу, было лестно ее внимание и нисколько тогда не смущало, что я ей нужен только как самец. Я получал удовольствие и обоих все устраивало. Ты никогда не был женат?» «Я никогда не искал прочных отношений. Возможно, поэтому они так ни с кем и не завязались. Союзы с нефтяниками в принципе не бывают долгими. Да, это испытания для обоих, но женам все же тяжелее. После Харви много было мужчин?» Она ответила не сразу и коротко. «Немного». «А, вот мы и подошли к запретной зоне. Я, правда, не заметил предупредительного знака». «Прости, Кейр, но мне стало как-то неловко. Сижу тут в пижаме, обсуждаю с тобой свою интимную жизнь. И твою, и ты совсем рядом. И какой же ты слон? Не понимаю, что происходит. Ничего особенного. Просто сидим с тобой, болтаем. Значит, говоришь, Луиза увидела во мне брутального героя. Интересно, каким ты меня видишь?» «Я тебя никаким не вижу, это известно». «Неправда, видишь. Но зрение тут ни при чем. Не волнуйся, у меня нет таких помыслов. Ты самоочарование. Я не хотел бы отпугнуть тебя своей настырностью. И я действительно, если угодно, герой, но не брутальный авантюрист и ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь чьей-либо слабостью». «Знаешь, нам лучше быть откровенными друг с другом. Хотя бы потому, что я не все понимаю. Ведь ты не подаешь привычных, так сказать, сигналов и не говоришь того, что говорят обычно. Поэтому я вынужден сам до чего-то додумываться. Я тоже». «Надо же, один другого стоит. Хочешь еще кофе?» Она расхохоталась. «Струсил. Решил сменить тему?» «Ничего подобного. Кофе я предложил для передышки. На самом деле у меня в запасе убойный вопрос. Это какой же?» Он немного поерзал. «Услышав от меня про смерть мака, ты, помнится, сказала, что людям надо так друг к другу относиться, будто жить им совсем недолго. Говорить все, что хочется сказать». «Что теперь-то об этом вспоминать?» Я тогда подумала про несчастную жену мака и про Харви. «Это я понял. Ну а...» «Что бы ты сказала мне, если бы знала, что скоро умрешь? Или что я скоро умру?» «Но это же не честно!» Он пожал плечами. «Ты не обязан отвечать?» «Ты же знаешь, что я отвечу». «Надеюсь, что ответишь». Помедлив, она спросила, «С тобой все нормально?» «В принципе, да. Но на свете всякое случается». Она сердито теребила край одеяло. «Ты невозможный тип Кейр. Это не по правилам». «Что считать правилами?» — тихо спросил он. «Лично я люблю хоккей, а эта игра не для робких». «Если бы нам скоро...» Она убрала за уши растрепавшиеся прядки и вздохнула. Раздраженно вздохнула. «Да чего дурацкий вопрос?» «Не отвечай». Она еще раз вздохнула. «Если бы мы скоро должны были, я...» «Я попросила бы тебя обнять меня и, вероятно, сказала бы, что хочу стать твоей. Совсем». Она прикрыла рот ладонью и покачала головой. «Боже, неужели я это сказала?» «Что ты подмешал в кофе, а?» «Но сейчас не скажешь», — выждав, спросил он. Она прижала к губам кончики пальцев умоляющим жестом. «Нет». «Сейчас нет». «Так я принесу кофе?» Он поднялся, и матрас резко выровнялся. У Марианы на миг закружилась голова. Когда он отошел от кровати, она позвала «Кейр!» «Да». «А что бы ты сказал?» Он остановился, чуть сгорбившись, чтобы не удариться о скошенный потолок. Примерно то же самое. Он стал медленно спускаться, но на последней ступеньке забыл пригнуть голову. Раздался перезвон трубочек музыки ветра.